Детские вести Детские вести Теперь витамины Теперь я и мой маленький брат Александр пойдем почистить зубы и прочитать волосы Идем Теперь я веду подошел Когда 7 часов утра в России и 2 часа у нас ночи мы спим Но когда мы просыпаемся в субботу, мы идем в школу театральную, где мы каем, танцуем и все другое У нас в канологе 7 часов утра и оставаюсь уже моя любимая Тоня Фикуха Например, у меня есть масса медведь только по-немецки Когда у вас 7 часов утра, у нас 6 часов утра Некоторые люди в это время спят, но многие люди в это время идут в синагогу Сейчас у нас только час разница в субботу В субботу в 7 утра я уже встаю, потому что в 9 у меня урок слушать не пил Инфони называют стороной восходящего солнца И не зря Когда в Москве 7 часов утра, у нас сейчас дня И обычно в это время я гуляю с друзьями или с родителями Вы познакомились, но на вечер Сегодня я играл теннис и баскетбол Сегодня мне каталась на велосипеде Сегодня я плакала в бассейне А вы что будете делать сегодня? Пока! Как же прекрасен май! До лета совсем немного осталось Но есть опасности, о которых не стоит забывать Подробнее в сюжете Евы Куракиной С переходом тепла люди чаще выбираются на природу Но не только человек ведет более активный образ жизни Но и паразиты, которые способны испортить отдых и нанести немалый вред здоровью С виду маленькие и безобидные Клещи ежегодно приносят множество проблем людям Встречаются клещи везде От них не спрячешься даже в суровой Антарктиде Но все же есть места, где клещи любят быть больше всего Луга, поля, леса Только сосновый убор – исключение Запах сосны не нравится клещам В городе, больших парках и скверах Каждый год проводятся специальные обработки клещей Но в зеленых дворах или диких лужайках Эти насекомые могут находиться Будьте осторожны Жару клещи тоже не любят Поэтому прогулки по лесу после дождя Самые опасные Органов зрения у клещей нет Но зато они способны учить человека Или животное На расстоянии 10 метров Пока вы не спеша идете Эти паразиты уже готовятся к прыжку Протягивая свои лапки Люди часто думают, что клещи падают на них с деревьев Но на самом деле они поджидают свою жертву в траве Поэтому важно знать, как правильно одеваться Нужно надевать высокую обувь, длинные штаны, куртку И не помешает головной убор Клещи жили в наших краях всегда Но вот опасными они стали только в прошлом веке Когда в Поволжские леса привезли на разведение северных оленей Олени не прижились Но успели заразить местных клещей опасными болезнями А те теперь передают их человеку Самая опасная инфекция это клещевой энцефалит Это вирусная инфекция В отношении которой на данный момент не разработано никакого лечения И в общем-то эта инфекция может быть инвалидизирующей А иногда и смертельно опасной Хорошая новость заключается в том, что в отношении клещевого энцефалита существует вакцина Поэтому врачи рекомендуют вакцинацию против клещевого энцефалита Всем гражданам старше одного года жизни После возвращения домой обязательно смотрите одежду из себя на наличие клещей Если случится так, что насекомое все же до вас добралось Нужно как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт Если же вы далеко от города и такой возможности нет Ни в коем случае не выдергивайте клеща пальцами И не раздавливайте его Мазать насекомое тоже ничем не нужно Я советую в весенний и летний период в автомобильную аптечку, в рюкзак Класть специальное устройство, которое называется выкручиватель клещей Это отлично легко гуглится по запросу выкручивания клещей Это такая специальная палочка, которая очень легко поддевает клеща И путем легкого выкручивания клещ самостоятельно удаляется Специалисты советуют посадить вытащенного клеща в банку и доставить в лабораторию Так вы точно узнаете, был ли он заразен Впрочем, гораздо важнее после укуса следить за собственным состоянием Если у вас поднимается температура, болит и кружится голова Срочно вызовите врача Но, конечно, лучше заранее позаботиться о том, чтобы такого не случилось И еще до сезона клещей сделать прививку от энсополита Клещ – это не повод отказываться от отдыха на природе Главное – помните о правилах безопасности Тогда вам никакие паразиты не будут страшны Последний месяц весны во всех школах проходят контрольные работы Чтобы легче с ними справиться, ловите топ-5 самых удобных и незаметных шпаргалок Уже май, а значит, итоговые контрольные работы не за горами Кто-то, как добросовестный ученик, будет все учить А кто-то будет надеяться на списывание И именно для вас топ-5 самых бесплатных шпаргалок На пятом месте расположилась самая трудоемкая шпаргалка – шпаргалка-закладка Для нее нам понадобится полоска бумаги Складываем ее, раскрашиваем так, чтобы было более-менее похоже на закладку Ну или чтобы не спариться перед учителем Пишем внутри нужную информацию, вкладываем в книгу И в случае чего подглядываем На четвертом месте расположилась совсем небольшая шпаргалка Пишем на листочке бумаги нужную информацию Складываем гармошкой и вклеиваем в манжет рубашки В случае чего открываем, подглядываем, списываем, закрываем Все, никто не спалит На третьем месте шпаргалка-невидимка Для нее нам понадобятся мамины духи Важно, гелевой ручкой пишем нужный текст Брызгаем мамины духами Скотч – раз, два На нем остается текст шпаргалки Клеим его куда угодно – на линейку или жестерку На втором месте также очень простая шпаргалка Берем бумажку, пишем все, что нам нужно И скотчем клеим к изнаночной стороне носка Сделать довольно просто, прямо перед руком Так, на контрольной сидишь Раз, носочек заглянул И все, никто вообще не спалит Как говорится, все гениально и просто Поэтому на первом месте расположилась также до безумия простая идея На маленьком листочке пишем все нужное Складываем гармошкой и клеим к подошве обуви В данный момент нужно просто опустить глаза Надеемся, вам помогут наши идеи Но, я думаю, они вам не пригодятся, потому что, как говорится Пока шпаргалку приготовишь, ее уже и выучишь Всем удачи, пятерок и не спалиться Ну, спалились с вами виноваты Всего через день наступит великий праздник, День Победы К этому событию наши знакомые ребята подготовили мультфильм Давайте вместе его посмотрим День Победы День Победы Тихо ты! Сама знаю, ей и так тихо Но мы с Мишкой уже услышали и сразу притаились Девчонки нас не заметили Настоящий релик в лесундуке Хорошо, что никто не видит, как мы на чердак лазили Конечно! Вышел, Петька, реликвии Ага, знать бы еще, что это такое Наверняка какие-нибудь сокровища Больше ждать мы не могли и полезли на чердак Но чердак был заколдованным Он не хотел отдавать нам реликвии и стал пугать странными шагами Ох, Казюбры, это они так топы Они незаметно подкрадутся, потому что прикидываются невидимыми Потом все, всего тебе запутал в пути Казюбра, Казюбра! Где? Он туда побежал Чтоб они нас не сожрали, нужно кровь коплеваться Тьфу, тьфу! Казюбры только плевков боятся Тьфу, тьфу! На вас, Казюбры, тьфу! Ага, теперь реликвии наши! Радость была недолгой То ли Казюбры все уже сперли до нас То ли и не было тут никаких реликвий Одни куклы да плюшевый, медведь с зайцем Платки какие-то Эх, смотри, а только жизнь рисковали Нас чуть Казюбры не снили Полное разочарование мы закрыли сундук и двинулись в обратный путь Я за что-то задел ногой А тут это Что это? В руках была странная игрушечная машинка Кузов, колеса и еще какие-то трубочки сзади Мы повертели ее, повертели Ну, хоть что-то ценное Чердаком нас ждал сюрприз И назывался он «Мама» Ну, следопыты, и чего вам на чердаке понадобилось? Только не ругайся Нас чуть Казюбры не сели Но мы громко кричали И привались Еле спаслись А это что? На таких машинах, только настоящих Воевал наш прадедушка А трубочки сзади Это снаряды, которыми бомбили врагов Называется это машина «Катюша» Именно эти машины Помогли нам победить в Великой Отечественной войне С их помощью удалось сломить врага Ура! Мы идем, я хочу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, вы тоже Что должно быть в рюкзаке у того, кто постоянно на улице? Кепка, чтобы не получить солнечный удар Бутылка воды, чтобы можно было попить Гантели, что она вообще здесь делает И футбольный мячик Ну все, я пошел! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok